1 января в силу вступил новый закон об услугах водоснабжения. В результате изменения коснулись системы учета потребленной воды. Новый закон определяет, что при расчетах за водоснабжение учитываются показания счетчика, установленного на вводе в дом, так как вода поставляется всему дому. В свою очередь поставка воды в отдельные квартиры в пределах дома считается внутренним распределением. Инсполчане стали использовать электронную систему декларации показаний счетчиков. А домоуправам пришлось строже контролировать процесс учета воды. Раньше коммунальные услуги в инсполчане оплачивали индивидуально. Теперь же они получают счета, и если соседи недобросовестно декларируют показания счетчиков, то это отражается на счетах. Управляющим приходится искать тех, кто ворует воду. Надо бороться с такими жильцами. Ничего не меняется. Ничего не изменилось с предыдущего собрания. Всегда будут недобросовестные. Обязательно будут. Кроме того, кто-то встроил себе водопровод из подвала еще в момент строительства дома. У нас есть разница. Надо идти по квартирам. А это так неприятно. Осенью завершился переходный период, и сейчас управляющие домами дискутируют, как же достичь желаемого результата. Речь не идет о небольшой разнице, возникающей из-за того, что показания декларируются с интервалом в несколько дней. Речь идет о более серьезных потерях, которые распределяются между теми жильцами, которые в течение трех месяцев не подавали показания, либо не установлены сертифицированные счетчики. Некоторые получают просто астрономические счета. Конечно, жильцам теперь сложно привыкнуть. Они задекларировали показания счетчиков. Все у них в порядке. Но все равно какую-то разницу им присчитывают. Мы стараемся объяснить управляющим, что жильцы живут в доме, который является общим имуществом. Он отвечает не только за то, что находится в его квартире. Мы призываем управляющих формировать более тесное сотрудничество. Они говорят, что часто не могут попасть в квартиры. Либо там никого нет, либо их просто не пускают. Мы стараемся что-то сделать, но очень сложно бороться с теми, кто не пускает внутрь квартиры. Предприятие Венсполс Нейкуста Мейпошуми управляет 163 домами. В 34 из них разница в потреблении воды колоссальная. Прошло более полугода с момента вступления в силу нового закона, который определяет, что водные счетчики являются коммерческими. А счетчики в квартирах всего лишь распределительные. До сих пор Венсполщане считали иначе. Наверное, и было иначе. Но закон и закон. Нам его надо исполнять. Разница между показаниями возникает главным образом в том случае, если кто-то из владельцев в квартиры, данные за расход воды предоставляет нерегулярно. Либо предоставляет неточные данные, или не предоставляет вообще. В Венсполсе были констатированы такие случаи, когда в семье, где есть ребенок, декларировали всего один кубометр воды в месяц, что вряд ли может являться реальным потреблением. Бывают случаи, когда жильцы не пускают в свои квартиры проверяющих. Один раз мы составили акт о том, что не пускают в квартиру. Второй раз отправили письмо с просьбой быть в определенное время дома для проведения контроля. В случае, если это не будет сделано, в квартире автоматически причисляют статус, скажем так, плохой квартиры. И ей будет начисляться эта разница. Все это требует дополнительного административного ресурса. Поэтому мы и обращаемся к управляющим. С нашим ресурсом 5-6 человек это сделать невозможно. Кроме того, днем это делать бессмысленно. Значит, надо ходить по вечерам. Периодически во время контроля специалисты обнаруживается, что счетчики, установленные в квартирах, не крутятся. Тогда ясно, почему реальное количество потребленной воды не совпадает с задекларированным.